Антарктида, сеющий холод и одиночество континент, всегда окутан дымкой неизвестного, но даже в месте, где, казалось бы, нет ни капли жизни, появились признаки тайны, достойной самого дерзкого исследователя. Новейшие электронные сканирования показали беспрецедентные аномалии прямо под толщей льда. Эти находки тут же привлекли внимание ученых, и в научном сообществе началась настоящая буря обсуждений. Представьте себе, тысячи квадратных миль, скрывающие архитектуру природы, которую до этого момента никто не мог даже вообразить. И эта загадка, нерешенная тысячелетиями, теперь ждет своего часа, чтобы быть раскрытой. Ученые не знали, что дальше, но все понимают. Мы стоим на пороге открытия, способного перевернуть все наши представления о этой ледяной пустыне. Загадочные сигналы требовали ответов, и эти ответы вскоре должны были потрясти основы науки. Но что именно скрывается под толщей льда? Когда первые признаки аномалии были зафиксированы, ученые не могли оставаться в стороне. Специально снаряженные экспедиции устремились в сердце Антарктиды, чтобы проникнуть в ледяную череду тайников. Ничто не могло подготовить их к невероятной картине. Под вечным льдом, казалось бы, мертвой пустыней кипела жизнь. В первые моменты исследования были обнаружены микроорганизмы, удивительно стойкие к экстремальным условиям. Их присутствие не просто поставило под сомнение прежние представления о жизни в таких суровых местах. Оно стало настоящей сенсацией. Но что произойдет, если следовать по этим нитям дальше вглубь? Найденные на границе оазиса существа натолкнули ученых на новую загадку, ведь они практически говорили о чем-то большем. О чем-то невероятном и удивительном, скрывающемся на глубине, где теплится настоящий мир. Вслед за удивлением следовал следующий большой шаг. Поиски того, что это может значить для всей планеты. Скрытый оазис, обнаруженный под толщей льда, подобен проблеску света в абсолютной тьме. Это открытие сравнимо с тектоническим сдвигом как для науки, так и для нашего понимания ледяного континента. Представьте себе замерший оазис, где растения и редкие виды живых существ процветают в автономии от остальной планеты. Каждый новый факт, выявленный учеными, ставит под сомнение десятилетия исследований, словно подчеркивая, что природа умеет хранить свои секреты. Какое значение это имеет для нас? Да вот именно, это самый волнующий вопрос. Оазис в Антарктиде не только оспаривает наши знания о крайних условиях выживания, но и раскрывает возможность существования подобных мест на других планетах. Подумать только то, что мы считали невозможным, сейчас рассматривается учеными как потенциальная норма. Оазис, будто бы внезапный мираж в пустыне, стал новым символом того, как много мы еще не знаем об окружающем мире. С каждым новым исследованием открывались еще более удивительные детали, а за ними притаилась новая грань прирученной природы. Это словно расставило полюсы наших знаний заново. Как мы переосмыслим изучение Антарктиды теперь, когда разгадали столь интригующую тайну? Ответ может поднять влечение и вызвать желание узнать больше, ведь наша история на этом не заканчивается. Что если то, что мы считаем чудом, всего лишь начало? Среди исследователей, возбужденных последними находками, возникла интрига, связанная с историей, уходящей в глубины времени. Под ледяным щитом Антарктиды могло таиться нечто большее, чем просто экзотическая биосфера. Возможно, там скрываются следы древних цивилизаций, которые населили эти земли задолго до того, как они превратились в ледяную пустыню. Останки построек или инструментов могли бы пролить свет на забытые эпохи, которые скрыты ныне под многовековыми ледяными слоями. Но не только потенциальные обитатели прошлого вызывают интерес. Уникальная экосистема, найденная там, сама по себе достояние, которое могло эволюционировать независимо от известных нам экосистем на поверхности планеты. Ее изучение способно расширить наши познания о возможностях адаптации и выживания в экстремальных условиях. Эти забытые миры могут рассказать нам историю изменения климата, открыть тайны о том, как давно изменилась экосфера планеты. С каждым базовым исследовательским этапом нелегкие задачи добывания столь отдаленного знания только начинают занимать часть рабочей повестки. Археологи и биологи, объединив усилия, нацелены найти зацепки, раскрывающие жилу знаний, подобную социальным системам и межспесковым природным взаимодействиям. Очередное открытие скинет свет на то, что прежде покоилось в темноте. Теперь, когда наука стоит на пороге таких открытий, возникает желание углубиться еще дальше, обнажая новые секреты, которые могут изменить наше понимание не только прошлого, но и потенциального будущего Антарктиды. Собрание ведущих мировых ученых походило на собрание клубка аргументов и волнений. Ведь то, что изначально казалось фантастикой, внезапно стало реальностью. Одни специалисты терялись в догадках, как таинственный зеленый оазис мог выживать под тяжестью антарктического льда. Другие излучали скептицизм, утверждая, что все это – результат ошибочных измерений, будто их уверенность только разбивалась о крики радости и волнения их коллег. Такая находка вызывает множество вопросов и еще больше гипотез, от возможности климатических аномалий до вероятности наличия неведомых факторов, которые способны поддерживать жизнь в суровых условиях. Сложившаяся атмосфера была полна как тревоги, так и восторга. Впереди стоял явный вызов. Следуя открытиям, необходимо создать новое понимание условий выживания на планете полных неведомых ранее данных. Ученые разных областей стремились к совместной работе, сталкивая свои теории и знания, чтобы разблокировать все то, что этот оазис готов предложить. И вот, возникший почти из бесплодных предположений, оазис притворяется в новую отправную точку для колоссальных научных исканий и открывает дверь к еще более захватывающим тайнам, которые сокрыты в недрах Антарктиды и бросает вызов всему, что мы знаем о жизни как феномене. На что намекает эта новая разгадка? Ответы таятся впереди, а вместе с ними и цель постижения еще одной загадочной страницы нашей планеты. Перед тем, как пролить свет на потрясающее открытие, позвольте представить вам парадоксальный уголок природы, открывшийся под толщей льда. Как могла столь разнообразная флора и фауна существовать здесь, где климат на первый взгляд делает жизнь невозможной? Внутри подледных пещер, где температура гораздо выше, чем на поверхности, обнаружены множество экзотических растений и животных. Эти существа, словно существовавшие вне времени, поражают воображение исследователей. Водоросли необычайной окраски и структуры образуют подводные сады, преломляющие свет во всевозможных оттенках. Фауна в этой изолированной экосистеме также удивительна. Рыбы с прозрачными телами, чтобы скрываться от хищников, и насекомые с адаптациями, делающими их почти неуязвимыми перед ледяными ветрами. Каждое открытие задает все больше вопросов о том, как долго эти биоценозы существуют и каким образом они выживают. Исследования привели нас к важным выводам. Природа всегда находит способ выжить и расцветать, даже в самых маловероятных условиях. Однако мы всего лишь взглянули на эту новую вселенную и уже предвкушаем раскрытие еще более интригующих тайн. Что там еще скрывается под антарктическим льдом? Следующее открытие может стать настоящей сенсацией и изменить наше понимание не только о континенте, но и о возможностях жизни на земле. Ну а если вам для жизни на земле нужен дом, склад или другое помещение, обратитесь к профессионалам из производственного объединения системы. Это ведущее производственное предприятие с полным комплексом работы и услуг, от проектирования модульных зданий и домов различного назначения, любой степени сложности, до разработки дизайн-проектов, включая и внутреннюю отделку. Ребята дают гарантию на свою работу, что очень важно в наше время. Когда наука сталкивается с неизведанным, каждый шаг исследовательского процесса обретает уникальную значимость. Каждое решение способно закончить успехом или провалом. Подготовка экспедиции в Антарктиду, чтобы проникнуть к скрытому оазису, стала не только логистическим испытанием, но и триумфом современной науки. Специалисты из разных уголков мира объединили усилия, использовав новейшие технологии, чтобы пробиться через вечный лед и достичь этой невероятной цели. Многослойные методы исследований включали в себя все, от подземных сканировок до тщательных проб. Команды физиков и биологов непрерывно взаимодействовали друг с другом, чтобы сбалансировать первичные гипотезы с экспериментальными данными. Каждое открытие, каждая находка подталкивала к новым познаниям, но также и к новым вопросам. Научные лаборатории, разбитые прямо на месте, позволили мгновенно анализировать образцы и генерировать идеи для последующих шагов. Оперативность стала ключом, ведь климатические условия не оставляли места банальным ошибкам. Исследователи шаг за шагом формировали картину этого невероятного мира, где флора и фауна переплетены с танцующей хореографией под ледяным щитом. Этот проект стал вызовом не только знанию, но и воле человеческого духа. Безусловная преданность, тяга к чудесам планеты ведут ученых все глубже в неизведанные недра. Но остается главный вопрос. Что нас ждет, когда мы разобьем следующий слой таинственности? Сложность и богатство природы непредсказуемы, и нас может ожидать нечто совсем удивительное, что перевернет многие устоявшиеся научные концепции. Спускаясь глубже в непроницаемые тайны антарктического оазиса, ученые сталкиваются с вопросами, которые ставят под сомнение все, что мы знаем о природе. Как могла экосистема существовать так изолированно, пребывая в постоянной холодной темноте, отделенной от остального мира? Автономное развитие этой загадочной области бросает вызов стандартным взглядам на эволюцию и выживание. Некоторые эксперты предполагают, что оазис может быть остатком древней экосистемы, сохранившейся благодаря необычным подземным условиям. Тепловые источники, возможно, обеспечили достаточное тепло и питательные вещества, поддерживающие жизнь на протяжении тысячелетий. Эта экосистема, как капсула времени, сохраняет осколок прошлого, в то время как климатическая стабилизация создает условия для процветания уникальных видов. Другие исследования предполагают, что протоутепленные микросреды и биологическая саморегуляция играют важнейшую роль в поддержании стабильности экосистемы. Здесь биологические чудеса поднимают вопросы о способности жизни к невообразимой адаптации и сами по себе становятся предметом изучения. Выживание без солнечного света и ограниченных ресурсов показывает, что природа обладает невероятной удивительной находчивостью. Секреты этого оазиса начинаются с понимания сложных взаимоотношений между органическими и неорганическими системами. Истории, которые скрывает этот уголок планеты, могут стать ключом к пониманию других закрытых экосистем во Вселенной. Ведь если жизнь смогла выжить здесь, откуда еще она может появиться? Это открытие оставляет ученых в ожидании следующих шагов, когда процесс осознания многослойной реальности только начинает набирать обороты. Когда мы исследуем новый мир, как этот удивительный оазис под ледяным щитом Антарктиды, необходимо учитывать не только научные, но и этические аспекты. С приходом человека в такие неизведанные участки нашей планеты возникают вопросы, касающиеся влияния на хрупкие экосистемы, существующие в полной изоляции от нашего вмешательства. Ученые и философы сталкиваются с дилеммой. Стоит ли такому месту оставаться в своей девственной чистоте или воспользоваться его потенциальными сокровищами? Возможно, этот оазис представляет собой бесподобный биологический архив, содержащий информацию о прошлом Земли и возможных путях развития жизни. Наше вмешательство может иметь как положительные, так и катастрофические последствия, включая возможное разрушение этой естественной лаборатории. Необходимо найти баланс между изучением, сохранением и ответственной эксплуатацией этих бесценных ресурсов. Но не только ученые задаются вопросами, которые вызывает этот уникальный мир. Для многих такие открытия стимулируют переосмысление нашего отношения к планете и всему живому. Где провести черту между любопытством, жаждой знаний и возможностью нанести непоправимый вред? Ведь то, что мы можем узнать здесь, возможно, способно изменить наше будущее. Этика будущих открытий и наше сотрудничество с природой – вот загадка, решение которой потребует от нас не только научных умений, но и моральной устойчивости. Мы стоим на грани не только нового открытия, но и формирования наших обязанностей перед еще неразведанными мирами. Но что за сфера откроется с решением этих вопросов? Слишком много ответов пока остаются скрытыми в преломленной светом утробе земных глубин. Погружение в глубины антарктического оазиса было настоящим испытанием для экспедиции. Чтобы добраться до скрытого мира под ледяным покровом, требовались невероятные усилия и ресурсы. Ведь это место, где традиционные законы природы казались реальностью, полны сюрпризов и перемен. Каждое препятствие, с которым сталкивались ученые, было как новая глава невероятного рассказа, стоившая как физического, так и эмоционального напряжения. Температуры здесь достигают экстремальных значений, а проборазборочные процедуры, требующие филигранной точности, не оставляют места для ошибок. Лаборатории, развернутые прямо под небом Антарктиды, представляли собой оазис технологий, затянутые в экстремальные условия. Каждый технический сбой или ошибка экипировки могли обернуться катастрофой. Механическая неисправность, отказ электронных устройств из-за переохлаждения – все это постоянно угрожало успеху миссии. Плотный график в сочетании с тяжелыми условиями бросал вызов не только технологиям, но и выносливости участников, ведь каждый день требовал абсолютной концентрации и координации. Одним из самых серьезных вопросов стала логистика. Транспортные маршруты должны были учитывать риск лавин и труднопроходимых зон, где вся деятельность была сопряжена с опасностью. Высокотехнологичные вертолеты и снегоходы играли ключевые роли, доставляя оборудование и запасы продовольствия. Групповая работа и взаимопонимание стали главными факторами успеха. Ведь только команда, действующая в полном согласии, могла победить суровую природу, преподнеся науке новые тайны этой недружелюбной, но завораживающей земли. Между тем, дух исследователей оставался непоколебимым. Они продолжали двигаться вперед, зная, что впереди открываются новые горизонты, которые, возможно, изменят понимание о нашей планете и ее взаимосвязях с Вселенной. Открытие оазиса подо льдом Антарктиды — это не просто научная сенсация, это настоящий урок, который природа преподносит человечеству. Этот скрытый мир показывает нам невероятные силы адаптации и выживания, которыми обладает жизнь. Эволюция, приспосабливание к экстремальным условиям и сохранение биологической разнообразности — вот принципы, при помощи которых природа устремляется к балансу и устойчивости. Ученые, исследовавшие этот феномен, заставляют нас задуматься о нашей собственной уязвимости перед лицом изменений. Планета является очень хрупкой и требует бережного обращения. Исследования показывают, что природные системы могут достигать стабильности даже в самых неожиданных условиях, но вмешательство человека имеет свои последствия, которые не всегда можно предсказать. Широкая экосистема оазиса дала мечтам ученых новую направленность, что если наша планета подсказывает нам, как выживать и процветать, несмотря на все трудности, мы должны пересмотреть свои отношения с природой, учиться у нее находить гармонию и кооперацию. Мы должны использовать это открытие, чтобы стать более уважительными и ответственными стюардами Земли, признавая и ценя ее поразительную способность к самообновлению. Ведь в конечном итоге перед нами большая задача — сохранить и процветать, как это делает зеленый оазис под льдами, быть устойчивыми к вызовам времени и уважать окружающий мир, который, как оказалось, намного более загадочен и богат, чем мы когда-либо могли себе представить. Все это открывает перспективы, которые изменят курс нашего обращения с планетой. И переосмысление нашего места в ее хрупкой системе — возможно, это один из важнейших уроков, которые мы когда-либо могли получить.